Друзья, лохматая душа это нечто очень беспокойное, ни дня без проблем. Мы скоро эту фразу, наверное, сделаем своим лозунгом. Перед вами новая малышка, новая лохматая душа. Назвали мы ее Айка. Возраст у ребенка приблизительно от 10 месяцев до года. По первому осмотру врачей предположительно ребенок попал под машину, но травма застарелая минимум недели полторы, может быть дольше. Снимки сделали, но это предварительный пока диагноз. Ребенка осмотрят еще раз через два дня. Осмотрят хирурги и будут решать, можем ли мы помочь дитю и можно ли спасти ей лапки. Ребенок крошечный, весит приблизительно около 2-3 килограмма, не больше. Худенькая, ласковая, нежная. Хвостиком виляет, это значит, что позвоночник не задет. А вот таз, как вы видите, в смятку и, возможно, перебиты окончания нервные на лапах. Это страшно, ребята. Такого крошечного ребенка в инвалиды. Но пока, ребята, не будем думать о плохом. Сейчас нам необходимо осмотреть айку, сделать всевозможные анализы и еще добавить снимки. Ребята, лохматая душа находится просто на пике своего тяжелого пути. Друзья, я не знаю, как обращаться и куда. Хочется просто кричать, вот в голос кричать. Помогите. Потому что у нас сейчас требует помощи не только айка. Ребята, буквально несколько дней, вот три дня назад мы прооперировали Серова. Мы прооперировали Арбата. Мы прооперировали Гудвина. Посмотрите, какие страшные, изувеченные дети у нас. Но у них есть шанс поправиться и жить, если вы, ребята, нам поможете. Вы, конечно, решаете все это сами. Я могу вам об этом только рассказать. Вопить, бить себя в грудь, ребят. Я не буду. Мы все с вами взрослые люди, самодостаточные и серьезные, милосердные и сострадательные. И наши глаза нас не обманывают. И я уверена, решение каждый из вас принимает сам. Надо ли в этом случае помочь? Ребята, решать вам, надо ли нам помочь? Айку я вам показываю. Кроме Айки, ребята, сегодня позвонила женщина и сказала, что второй день лежит под пустом собака. Она подошла ее, растромошила. Собака встала и пошла. Прошла пять метров и упала под следующим кустом. Я попросила женщину довезти ее до клиники. Женщина попалась замечательная. Собаку довезли. Собака вся в язвах, в клещах. Но вдобавок ко всему этому от нее идет жуткий запах у малышки пиометра. Она на ради стадии беременности и, скорее всего, внутри мертвые малыши. Собаку необходимо срочно оперировать. Просто срочно. Мы назвали ее Ребекка. Но анализ показал, что у Ребекки пироплазмоз. Два дня мы будем держать ее на капельницах. В капельницах. Через два дня, надеюсь, прооперируем. Ребята, все это выматывает и рвет сердце. Столько боли. И она словно скатывается в лохматую душу. Ребята, мы не можем пройти мимо. Ну, никак не можем. А вы, ребята, вы готовы нам помочь? Нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, ребят, посмотрите внимательно эти снимки. И хоть на секунду попробуйте представить себя на месте этого зверя. Кто им поможет, если не мы, ребята? И не думайте, что 100 рублей такая уж маленькая сумма для приюта, ребята. Она нормальная. Я прошу вас, друзья, отзовитесь. У нас шесть тяжелых зверей. Шесть. Помогите нам, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, хочу предупредить сразу всех наших друзей, наших подписчиков. Все карты и телефоны Лохматой души зарегистрированы на имя Валентина Силич. Мы не используем никакие другие имена и фамилии. Мы не используем другие карты волонтеров. Лохматая душа использует только карты и телефоны своего создателя. Валентина Силич. Остерегайтесь мошенников. У Лохматой души нет других карт, кроме получателя Валентина Силич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok